всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и мы с вами продолжаем мастер-класс по вязанию тельняшки лючи я ее так назвала по названию пряжи из которой я вяжу все пряжи я говорила в первой части мастер-класса можете перейти по ссылочке под видео и все посмотреть самого начала в этом видео мы будем отделять тушку от рукавов сделаем подрезы и я надеюсь что это видео не затянется и в этой же части я вам покажу как я заканчивала свое изделие то есть обработку низа рукавов и горловины и так для того чтобы нам перейти с вами на отдельное вязание рукавов и тушки мы будем сейчас делать подрезы и разделять вот это вязание я вам советую посередине полосочки тогда вот это вот разделение будет незаметным и красивым для того чтобы сделать подрез я провязываю вот такой вот косичку из дополнительной нити которая отличается по цвету чтобы ее не перепутать с основными ниточками я сейчас вот из этой косички подниму петли количество петель в этой косички столько сколько у нас по расчетам то есть мы с вами делали расчеты все подробные во второй части и у каждого это количество петель будет свое я делаю 10 петель подреза и сейчас я вот эти петли поднимаю на спицы для того чтобы провязать подрез и так давайте я вам подробно объясню с чего начать смотрите вот у меня рукав вот стоят маркеры это у меня спинка это перед вот здесь вот второй рукав здесь у меня начало ряда я вот отсюда провязываю спинку дошла до маркера который у меня обозначает начало рукава провязываю последнюю петлю и пока оставляю эти петли для того чтобы снять рукава мне понадобится дополнительные спицы либо можете взять иглу для трикотажных изделий и при помощи такой иглы переодеть все петли рукава на нить я это всегда делаю леской и так ниточку рабочую а также оставляю переодеваю все петли рукава на дополнительную леску первый рукав у меня переодет я поставила на краях лески заглушки пока эти петли у меня останутся в покое теперь я беру вот эту косичку из бросовой нити и поднимаю на спицу петли вот таким образом и так я добавила петли для подреза из бросовой нити теперь смотрите вот у меня закончился ряд на спинке дальше мы сняли петли рукава и теперь вот она рабочая нить рабочей нитью я провязываю вот эти петли подреза то есть у нас с вами будет незаметный переход вот здесь вот от верхней части изделия к нижней и здесь я вот так вот потуже все подтягиваете хорошо чтобы ниточки у вас нигде не болтались вот таким образом мы переснимаем верни провязываем вот эти дополнительные петли так 345 здесь я повешу маркер здесь я повешу маркер это серединка у меня будет как раз и еще пять петель провяжу 2 три 4 и 5 старайтесь провязать их как можно старайтесь провязать их здесь потуже все петли подреза у нас добавлены мы переходим на переднюю часть и вяжем до следующего рукава здесь мы снова снимаем петли рукава на дополнительную леску либо на нить и с помощью дополнительной косички делаем еще один подрез и уже переходим на круговое вязание и так смотрите что должно получиться вот у меня начало ряда здесь у меня вот эти вот хвостики не так я по ним ориентируюсь где на горловине мы соединялись в круг вот они у меня хвостики значит здесь у меня было начало ряда я провязала спинку сняла петли рукава на дополнительную леску вот здесь сделала подрез то есть добавила сюда петли которые вычислила по расчету далее провязала перед изделия дошла до рукава сняла его на дополнительную леску здесь добавила тоже самое петли подреза и перешла уже на вязание спинки то есть это идет уже у меня второй ряд теперь я буду вязать по кругу тушку изделия а рукава пока подождут скорее всего я провяжу несколько рядов вот у меня закончатся очередные клубочки да почему то не у меня так вот распались далее добавлю нить на рукава и начну вязать рукава для того чтобы мне видеть общую картинку которая получается когда я буду переходить на рукавчики точно также я включу камеру и сниму для вас этот момент итак переходим к вязанию рукава вот у нас у меня вернее вяжется тушка я пока ставлю на леску здесь ограничители и переставляю рабочие спицы на ту леску на которой я буду вязать рукав и теперь нам нужно распустить вот эти вот петли бросовой нити цепочку наши и поднять петельки которые мы добавляли на под для подрезов на спицу смотрите неважно с какой стороны вы их поднимите по сути по леске можно перетянуть петли туда куда вам нужно потом цепочка распускается только с одной стороны вот смотрите я поддела узелок и сейчас она у меня легко распустится сейчас подхвачу первую петельку за который тут держится нитка вот и дальше уже будет все распускаться легко но сначала лучше вот так вот беритесь за за цепочку за ту петельку которую будете распускать и сначала надеваете петлю на спицу а потом распускаете потому что вот нитка именно моя нитка шелковисто и петельки легко могут спуститься все таким образом сейчас я подниму все петли и смотрите о чем я хочу сказать несмотря на то что мы набирали здесь 10 петель возможно у вас поднимется там на одно больше и на одну меньше вот у меня например получилось 11 петель ничего страшного сейчас я все остальные петли точно также пересниму на рабочую леску ну то есть на рабочие спицы и вернусь к вам то есть мне нужно надеть сюда также спицу и друг на друга их просто пересниму пока ничего не провязываю если у вас петли на нитке значит вам нужно поднять все эти петельки с нитки и так петли я подняла смотрите вот здесь вот с двух сторон от петель подреза я повешала пока маркеры петли на леске я сразу расположила таким образом чтобы вязать по методу magic лоб то есть на две стороны петли и с двух сторон вот такие вот петельки и из лески и сейчас начну вязать самое главное вот в этом начале вязание нам с вами нужно сделать так чтобы вот тут там где мы набирали петли подреза вот в этих местах у нас не образовались дырочки поэтому мы смотрим какие петельки у нас тут рядышком есть и подхватываем еще одну или даже две петельки для того чтобы вот закрыть вот эти вот ненужные нам дырочки и так и начинаю вязать вот у меня рабочая ниточка я добавляю новую нить вот здесь у меня две петли они так и просятся провязать их вместе и вот в этом месте я смотрю не образуется ли у меня какая-нибудь прореха возможно вот отсюда можно добавить еще одну петлю может быть то есть вот тут вы смотрите сами что у вас получается да я наверное вот тут петлю добавлю вот эти две петельки я провяжу вместе и тогда вот более-менее как-то будет у меня все ровно дальше я провязываю петли подреза до второй стороны и здесь смотрю где мне можно точно также добавить какую-нибудь петельку для того чтобы из это сейчас провяжу петлю видите друг из друга чтобы они выходили вот тут вот провяжу следующую и наверное еще вот эту подниму вот все а в следующем ряду то есть я сейчас посчитаю сколько у меня получилось петель в следующих рядах я их постепенно аккуратненько друг с другом здесь вот по краям буду убирать чтобы у меня осталось те петли то количество петель которое у меня было изначально набрано то есть мы должны прийти к своим 10 петлям вот я провязала первый ряд так маркер и начинаются петли подреза то есть вот эти петли мне сейчас нужно друг другом сократить я их вот так вот буду по одной убирать в каждом ряду пока у меня не останутся мои 10 петель здесь я петли переверну чтобы они у меня в одну сторону смотрели при закрытии ну и смотрим более-менее здесь кстати у нас ниточка можно ее потом вдеть в иголку и если что-то здесь останется еще подхватить потом когда тельняшка будет уже готова ну и вот что должно получится вот так выглядит подрез видите я вам говорила что стоит его делать посерединке полосы и вот так вот незаметно она вот эта полоса здесь вот появляется и расходится на рукав и тушку вот такой вот рукавчик и так девчонки смотрите как делать не надо заканчиваю свой первый рукав и почему-то мне захотелось поэкспериментировать и связать в завершении вот такую вот резинку или даже резинку это узор вафли его еще называют где нечетные ряды провязываются лицевыми четные как резинка лицевая изнаночная лицевая изнаночная вот получается вот такой узор но теперь я конкретно вижу что здесь он ну совсем не подходит не выглядит он хорошо и ведь в образце отвязывала резинку 2 на 2 решила что я буду вязать эту резинку мне она нравится почему-то вот в своем изделии я вижу вот такую резиночку хотя принципе можно закончить в этом изделии пола резинкой и рукава и низ и будет очень хорошо смотреться но я скорее всего буду все-таки вязать резинку 2 на 2 в общем чтоб не распускать сразу имейте ввиду что вот такая резинка здесь не смотрится и так рукав значит как оформила его я смотрите рукав мой ровный по всей длине да то есть одинаковая ширина нигде никаких убавок я не делала длина его три четверти вот видите здесь после того как я разделилась на тушку и рукава у меня провязаны раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 полосочек то есть у меня получился рукав три четверти дальше я перешла на вязание резиночки 2 на 2 для того чтобы получилась эта резинка я взяла спицы три с половиной чтобы она была так поплотнее поаккуратней но закрывала петли я также спицами поэтому для закрытия взяла снова четверку чтобы здесь у меня ничего не стянулось то есть да я закрывала спицами петли резинки потому что другой руках я попробовала закрывать иглой мне не понравилось потому что нужно всегда смотреть как ведет себя пряжа при разных вариантах закрытия так дальше теперь у нас речь пойдет о горловине и сейчас в данный момент я переснимаю все петли на спицы для того чтобы провязать горловину у меня изделие почти связано у меня связаны рукава но имейте ввиду если вы переживаете что у вас что-то с расчетами не то или вы хотите посмотреть как горловина будет лежать на вас да как она будет смотреться тогда вы можете буквально сразу же после провязывания там вот погонов где мы с вами уже расходились на рукава в этот момент завершить вязание горловины и уже ваши примерки будут более наглядными но я довязала изделие до конца почти то есть мне осталось только по длине закончить свою тельняшку вот и я поднимаю сейчас петли открытые петли горловины вот таким образом я уже показывала вам на подрезах у нас петельки шелковисты поэтому сначала мы поднимаем петлю на спицу потом распускаем петлю косички вот таким образом все петли сейчас я подниму и буду вязать резинку один на один но хочу обратить ваше внимание смотрите где у нас погон в этом месте выделите маркерами вот две петельки вот таким вот образом да и постарайтесь сделать так чтобы на эти две петли у вас попали лицевые то есть надо будет просто посчитать сколько у вас петель на полочке сколько петель на спинке да и вот таким образом попасть точно так же если вы считаете что вам горловина велика значит вы ее можете слегка уменьшить сделав равномерные у бабочки по всей горловине да и так я сейчас все петельки подниму и буду вязать вяжу горловину я точно также спицами три с половиной для того чтобы у меня здесь ну как-то более такая собранная была резиночка в общем я объяснила все что необходимо сделать сейчас свяжу резиночку 2 на 2 необходимой мне высоты и покажу вам вот как здесь будет выглядеть резинка горловины и так вот моя готовая тельняшка значит горловинку я провязала по моему 7 рядов в рукавчиках и внизу у меня резинка из 11 рядов и вот так вот выглядит мое готовое изделие вот погончик резиночка сейчас я вставлю фотографии готового изделия на мне и вы увидите как оно смотрится и вот так выглядит моя тельняшка лючие на мне я уже походила в ней испытала море позитивных эмоций пряжа то есть вы помните да это стопроцентная вискоза она сама по себе тяжеленькая полотно получилось струящаяся и необыкновенная приятная к телу модель этой тельняшки мне также необыкновенно нравится вот эти вот рукавчики оригинальные придают такую неповторимость этой тельняшки с одной стороны она казалось бы заурядная да вот эти вот полоски частые тельняшка и тельняшка да а вот когда поворачиваешься рукавами вот этот вот силуэт оверсайз конечно же изделие получилось таким стильным и оригинальным все как я задумывала это изделие у меня получилось претворить в жизнь то есть это тот случай когда ожидание и реальность в принципе совпали в общем буду носить эту тельняшку с удовольствием уверена что и вам понравился мой результат так что повторяйте за мной покупайте пряжу вяжите желаю вам приятных рукодельных вечеров но когда у вас будет уже готовое изделие отмечайте свои работы в instagram например собачка факультет рукоделия присылайте свои фотографии с готовыми работами в группу вконтакте тоже группа называется факультет рукоделия мне очень будет интересно увидеть ваши работы и порадоваться вместе с вами итак девочки давайте по размерам скажу так начинаем с горловины горловинка получилось ну где-то 28 28 с половиной сантиметров ширина изделия то есть вот здесь измеряю где ширина тушки так 60 сантиметров дальше давайте по мере рукава вам если берем от точки где начинался рукав получается ну где-то 39 39 с половиной сантиметров если взять от горловинки вместе с погоном 52 сантиметра так сама длина пройма у меня около 25 сантиметров не считаю подрез потому что он потом вывязывается так ширина длина рукава ну где-то 13 13 до 13 сантиметров то есть тут все хорошо тянется что еще а длина изделия давайте длина беру от точки на горловине вот от этой 62 сантиметра по расходу смотрите у меня было 10 моточков по 50 грамм белого и 10 моточков синего в итоге вся пряжа у меня почти ушла на это изделие с белого я получается начинала белым заканчивала то есть белого ушло чуть чуть побольше синего осталось но может быть одна треть ну максимум половина моточка то есть полностью на это изделие ушло 500 грамм ну и после того как связали тельняшку отправляем ее на вто то есть стираем отпариваем и убираем хвостик сейчас я вам покажу свою изнанку вот мои перетяжки аккуратные то есть вот здесь вот я перекручивала ниточку и меняла цвет вот таким образом у меня выглядят все перетяжки они аккуратные нигде ничего не торчит вот так и конечно же все ниточки все хвостики заправляем так чтобы не было видно с этой стороны никаких перетяжек нет кроме кроме перетяжек на рукаве вот то есть изнанка изделия должна также выглядеть просто идеально вот как вы видите нигде ничего лишнего в принципе можно вывернуть это изделие на изнанку и пойти погулять ну и на этом я с вами прощаюсь не забываем подписаться на канал если вы до сих пор этого не сделали ставьте лайки обязательно и пишите свои комментарии мне будет интересно почитать их и пообщаться с вами с вами была юля и мой факультет рукоделия всем пока пока